Правитель Тутанхамон прославился тем, что отменил реформы предыдущего правителя Ихнатона. Но открытие его гробницы стало действительно ошеломляющим событием в истории археологии и открыло завесу тайны его биографии. Сегодня Тутанхамона считают одним из самых известных фараонов древнеегипетской цивилизации. История жизни и правления. Тутанхатон Хикайунушима Нимхипрура – фараон древнего Египта из 18-й династии Нового Царства в 1332-1323 годах до н.э. Воспитывался в духе культа бога Солнца Атона, но после его отмены взял имя Тутанхамон. Тутанхамон взойдет на трон юным мальчиком, в возрасте 8-9 лет. По факту, правление перешло к двум воспитателям и регентам, Эй и Харимхиву. Тутанхамон женился на Анхсенпатон, дочери Эхнатона, когда ему было 13 лет. Следовательно, был зятем прошлого правителя. По каким соображениям создан союз, неизвестно, как и об их личных отношениях. Позже жена сменила окончание собственного имени и стала называться Анхисенамон, что значит, ее жизнь принадлежит Амону. После восстановления культа старых богов Тутанхамон не стал подвергать гонениям культ Атона. Помимо работ по реставрации, по приказу фараона в Луксорском храме завершена отделка процессионной колоннады. Также благодаря Тутанхамону построен храм Харона в Гизе, а в Нибии, достроен громадный комплекс из храма Фоминхотипа III. После девяти лет правления фараон нового царства умер в самом юном возрасте, по сравнению с другими, 18 или 19 лет. Такая ранняя гибель считалась неестественной, выдвигали предположения, что правителя убили. Но Тутанхамон скончался, пораженной болезнью. Историки предполагают, что фараон упал с колесницы и умер от осложнения открытого перелома ноги, 8 марта 2005 года египтологом Захи Хавасас, который руководил исследованиями, оглашены результаты обследования мумии. Следов черепно-мозговой травмы выявлено не было, а прореха в черепе – результат действий жрецов-парасхитов. Результаты исследования опровергли и тяжелую степень сколиоза, череп фараона значительно удлинен, что подтверждает родственные связи с Эхнатоном и противоречит выводам о наличии синдрома Морфана. После проведения совещаний с коллегами из других стран исследователи пришли к выводу, что причина смерти Тутанхамона – прогрессирующая гангрена из-за перелома. Как доказательство представляют серьезное повреждение левой бедренной кости. Гробница Тутанхамона расположена в долине царей, возле Фив. Это единственная почти нетронутая гробница, которая дошла до нынешних ученых в первозданном виде, несмотря на две попытки вскрытия гробничными ворами. Для историков Тутанхамон оставался неизвестным и второстепенным персонажем вплоть до открытия гробницы. Больше того, некоторые считали, что Тутанхамона и не было вовсе. Поэтому открытие его гробницы было величайшим в археологии. Ведь в годы правления Тутанхамон в самом деле не совершил ничего выдающегося, кроме отказа от татанизма. В начале ноября 1922 года вход в гробницу расчистили, печати на дверях остались нетронутыми. Среди утварей и предметов обнаружены настоящие сокровища, объекты искусства, носящие печать влияния Амарнского периода. В гробнице нашли много украшений и саркофаг с мумией фараона. Хорошо сохранилась золотая погребальная маска правителя. Сегодня она является главной ценностью музея. Что касается детей правителя, в гробнице Тутанхамона найдены мумии двух его дочерей, которые скончались еще в младенчестве. Некоторые эксперты полагают, что дети были рождены уже мертвыми. Информации о других наследниках фараона нет. Гибель детей, скорее всего, результат кровосмешения на протяжении долгого периода времени, что и стало причиной полного вымирания династии. Распространенная теория относительно гибели участников экспедиции, наличие в гробнице грибков и микроорганизмов. Исследователь болел воспалением легких. Но газетчики сразу же приписали эту гибель к проклятию фараонов. Было насчитаны 22 жертвы, 13 из которых присутствовали при вскрытии захоронения.